На минувшей неделе в республике активно обсуждалась не только пресловутая прямая линия ради Хабирова, но и утверждаемый госсобранием бюджет республики Башкортостан на 2024 год. Даже беглого взгляда на укрупненные показатели этого бюджета достаточно для того, чтобы испытать нешуточное беспокойство за судьбу жителей региона в ближайший год. Валовый бюджет республики Башкортостан в 2024 году составляет 300 миллиардов рублей, совсем без малого. При этом уже сразу изначально закладывается дефицит бюджета 10%, 30 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2023 году дефицит бюджета был 21 миллиард рублей. То есть у нас идет резкое увеличение изначально заложенного дефицита. Причем, как отмечал Константин Борисович Толкачев, не весь объем дефицита бюджета обеспечен какими-то заимствованиями в будущем. То есть спланированы затраты и непонятно откуда возьмутся деньги. Пока непонятно. И традиционно к концу года, естественно, бюджет вырастает за рамки планированного. То есть те 30 миллиардов, которые мы запланировали себе как дефицит бюджета, очевидным образом будут превышены. И тут надо отметить, что 5 лет назад гражданин Хабиров получил республику Башкортостан от Хамитова с профицитом 40 миллиардов рублей. И за 5 лет Хабиров смог промотать всю эту кубышку, да еще и залезть в нешуточные долги. Долги. Именно долги есть серьезные у республики Башкортостан. На сегодняшний день государственный долг региона составляет 70 миллиардов рублей. Только одних процентов по этому долгу Башкортостан платит 3 миллиарда в год. Для понимания, например, за три года с 2020 по 2023 год госдолг вырос с 13 до 70 миллиардов рублей. Госдолг, напомню, это то, что регион заимствует либо в федеральном бюджете, либо в каких-то еще государственных источниках, трансферты, субсидии и так далее. Это то, что нужно теоретически возвращать. У Башкортостана отмечается крайне низкий темп прироста доходов бюджета. Это всего лишь 11,8 процента, что ему дает 60 место в Российской Федерации. Зато мы рекордсмены по дефициту бюджета. По дефициту бюджета относительно объемов бюджета мы на втором месте в Российской Федерации. В чем, собственно, причина вот такого стабильного падения бюджета, такой стагнации региона? Почему мы не видим развития и процветания, невзирая на все причитания Хабирова о неимоверном росте промышленного производства? Ну, то есть, либо рост промышленного производства здесь это все вранье, либо что-то здесь совсем не так. Собственно, причин здесь может быть много. Они могут быть и субъективными, и объективными. Например, оберэкономист Республики Башкортостан Рустам Шаяхметов сообщает, что он видит причиной вот такого вот бедственного положения бюджета Республики излишнее рвение ради Хабирова при раздаче налоговых льгот тем предприятиям, которым, в общем-то, эти льготы не очень нужны. В 2023 году уходящем Хабиров разрешил не платить в казну региона 20 миллиардов рублей тем предприятиям, которые ему, видимо, очень широко улыбались. Для сравнения, в 2022 году это было 13 миллиардов рублей. В числе тех предприятий, которым Хабиров разрешил оставить себе заработанные деньги и не платить положенные налоги, например, Башнефть. Ну, согласитесь, предприятия, которые 14 раз в год повышают цену для потребителей бензина, для граждан, и при этом вот это же предприятие ловит от Хабирова ну, очень солидную налоговую льготу и не платит эти деньги в бюджет. Ну, теперь давайте пробежимся по строкам бюджета на 2024 год и попытаемся понять, на чем придется экономить и кто будет жить хорошо в 2024 году. Давайте прямо по строчкам. Содержание и строительство дорог. Минус 29%. Минус 29% это минус 12 миллиардов рублей. То есть, дороги, являясь самой больной темой республики, еще хуже будут строиться и обслуживаться в 2024 году. Благоустройство. Речь идет о благоустройстве населенных пунктов. Минус 10%. Не досчитаемся полумиллиарда рублей. Здравоохранение. Одна из главных статей расхода бюджета. Минус 8%. А вот по здравоохранению минус 8% это 14 миллиардов рублей. На эту сумму будет меньше затрачено на здравоохранение в республике. Охрана семьи и детства. Минус 15%. Физкультура и спорт. Минус 38%. Молодежная политика. Минус 52%. Ну, тут Яна Гайдук, даже если захочет что-нибудь украсть, уже не сможет. Финансовая поддержка малых городов и населенных пунктов. Речь идет о межбюджетных трансфертах. Минус 5%. То есть, это только основные траты бюджета, они сокращаются. Вообще, бюджет 2024 пройдет под девизом сокращения и урезания. Ну, а что что-нибудь вырастет? Какие-то затраты вырастут? Кому-то улыбнется фортуна в 2024 году. Но только не смейтесь, пожалуйста. В 2024 году увеличится статья расходов республиканского бюджета с загадочным названием. Общегосударственные расходы. Согласитесь, звучит достаточно туманно. И этим непонятным словосочетанием прикрывают сумму содержания Радия Хабирова и его команды. То есть, это те деньги, которые будут потрачены на его содержание и обслуживание. И эта статья бюджета выросла на 1,3 миллиарда рублей. Это только прирост. Для сравнения, в 2022 году на нужды Хабирова и его друзей, личные нужды Хабирова и его друзей, было потрачено свыше 10 миллиардов рублей. Лично на Хабирова, вот в 2024 году, уже уйдет примерно 800 миллионов рублей. Это только ему. Никаким замом, никаким министром. Ну и еще, значит, где-то примерно 12 миллиардов рублей уйдет на содержание чиновничьего аппарата. Напомню, это не какие-то там абстрактные общегосударственные нужды. Это просто их нужды. Автомобили, бензин, прекрасная мебель, банкеты и так далее, и так далее. В отличие от Рустема Шаяхметова, я, как человек, не обладающий фундаментальным экономическим образованием, вижу проблему стремительной деградации региона в том, что регионом управляет человек, который тупо прогулял все лекции по бухгалтерскому учету, когда учился в институте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.